Озера Письво и Удомля стали новым домом для двух тонн шестицентнеров толстолобиков и карпов. На Калининской АЭС состоялось очередное мероприятие по зарыблению водоемов-охладителей. Неблизкий путь из подмосковного селекционного центра новоселы Удомельского рыбного царства преодолели в специальной автоцистерне. Кто бы мог подумать, но стоять в пробках на загруженной трассе Москва-Санкт-Петербург могут не только люди, но и рыбы. Длительная перевозка на специально оборудованном для этих целей автомобиле им не страшна, но время выпуска рыбы в озеро сместилось на несколько часов. Впервые на Калининской АЭС мероприятие по зарыблению озер проводилось в темное время суток. По словам специалиста-гидролога, на эффективности природоохранного мероприятия это никоим образом не отразится. Мероприятия по зарыблению водоемов-охладителей Калининской АЭС проводятся практически каждый год. Благодаря им в озерах Письво и Удомля появились такие виды теплолюбивых рыб, как белые и черные амуры, толстолобико-культуренная форма сазана-карп. Несмотря на значительный рыболовный прессинг и браконьерство, солидные экземпляры этих рыб продолжают оставаться частыми трофеями рыболов-любителей и спортсменов на водоемах-охладителях станции. Есть у этих рыб и другая задача практическая. Крупные экземпляры карповых помогают естественным путем бороться с биообрастанием в относительно теплой воде озер, сохранять экосистему в благополучном состоянии. А также они регулируют численность моллюсков, препятствуя засорению водозаборного оборудования АЭС. Во исполнение требований федерального закона о рыболовстве и сохранении численности водных биоресурсов, Калининская атомная станция ежегодно проводит мероприятие по восстановлению численности водных биоресурсов. В этом году для зарыбления озер письво и удомля были выбраны такие виды рыб, как толстолобик и сазан. Данные виды рыб наиболее подходят для борьбы с зарастанием озер и регулированной численности моллюски-дресенные. Толстолобик – рыба, хорошо знакомая удомельцам, несмотря на то, что исконным ареалом его обитания обычно называют бассейн реки Амур. Вид широко акклиматизирован в европейской части России и Средней Азии. Эта стайная пресноводная рыба в благоприятных условиях озер охладителей КАЭС может набрать вес до 40 килограммов. Ну а пока эти двухгодовалые малыши весят около 400 граммов. Сазан или его культуренная разновидность карп также в удомельских озерах обитает уже давно. Карп кормится в местах, богатых растительной и животной пищей. В его рационе содержатся моллюски, рачки, черви, личинки насекомых. Выпущенные в этом году карпята-сигалетки 25-граммового веса через пару лет станут больше килограмма. Ну а самые удачливые могут и 10-15-килограммового веса достичь. Со временем, конечно. Мероприятие по зарыблению водоемов Калининской АЭС было проведено в полном соответствии с установленными правилами. На мероприятии по зарыблению сегодня присутствовали представители от Федерального агентства по рыболовству в лице старшего инспектора города Вышнего Волочка. По итогам зарыбления со стороны государственных инспекторов никаких замечаний не наблюдалось. Рыбы в озерах Письво и Удомля в очередной раз стало больше. Вопрос в том, насколько интенсивно, несмотря на предусмотренные по закону наказания, некоторые несознательные граждане будут ее вылавливать, используя запрещенные снасти. Особенно сети с мелкой ячеей, не дающие шанса этим крохам стать взрослыми особями. Нельзя забывать, что окружающая среда – это наш общий дом, где созидательная деятельность одних может быть полностью нивелирована бесхозяйственным браконьерским отношением к природе других. Новоселы озер Удомля и Письво успешно перенесли неблизкий путь. И уже через минуты после завершения мероприятия в береговой зоне не было видно ни одной рыбы. Они направились изучать свой новый дом по соседству с крупным промышленным предприятием – Калининской атомной станцией. Дмитрий Ермаков, Сергей Буров, Управление информации и общественных связей, Калининская АЭС.